Все идет с детства, и мы все родом из детства, и мой отец тренировался и занимался резьбой по дереву. Именно с наглядного примера отца все и началось. Вообще Антон окончил Хакасский институт искусства. И, судя по диплому, должен был стать преподавателем, учить подопечных работать с деревом, либо плести из бисера. Но не случилось, хотя работу с деревом продолжил. Тогда же начал тренировки и с железом. Говорит, в тот момент понял, что в бодибилдинге и создании скульптур есть что-то общее. Это необычное сочетание. Как бы смотришь и одно, и второе, а с другой стороны это все скульптура. Это все скульптура, это работа со своим телом, это работа с пропорциями, это работа с материалом. Это грубая обрубовка, это оттачивание, это скульптура, и все. Даже в позировании, как вот скульптор выбирает, допустим, рисует эскизы, их много может быть похожих. Но один точный. Так же и в позировании. Можно позировать примерно одинаково, но то, что влюбляет людей и дает эстетическое удовольствие, это вот именно правильно поставленная поза. Одна из последних работ Антона – барсы, установленные в Горно-Алтайске. Они будут храниться в Республиканском национальном музее. К слову, основные заказчики скульптора – национальные парки. Пока работал над барсами, занимался большим проектом для Амурского заповедника. Создал несколько скульптур – огромного медведя ростом 220 сантиметров и десяток других поменьше. Три работы мастера хранятся в Эрмитаже и даже в Норвегии. Правда, раньше на создание одной скульптуры уходило куда меньше времени. Самый быстрый снежный барс рождался, когда я был холост. Две недели. Две недели. Потом тот самый барс? Больше времени, да? Три-четыре недели. Самый долгий проект Антона является «Северный олень» для Амурского заповедника. Над ним работал пару месяцев. Сейчас работ настолько много, что скульптор их даже не считает. Но не собирается останавливаться и желает покорять новые высоты. Как в бодибилдинге есть еще не покоренные чемпионские вершины, так и в сознании скульптур. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.